50 лет на страже здоровья североказахстанцев. Юбилей сегодня отмечает отделение травматологии многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи. Молодые специалисты, опытные врачи и ветераны медицинской службы. Сегодня весь коллектив отделения принимает поздравления. На торжестве побывала и наш корреспондент Анастасия Кузнецова. Медицина поистине самая благородная из всех искусств, так сказал Гиппократ. Сегодня для тех, кто носит белые халаты и в корне профессионального пути которых заложена клятва Гиппократа – день особенный. Отделение травматологии многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи отмечает свой полувековой юбилей. Здесь не только принимали поздравления, а еще вспоминали богатую историю отделения и, конечно, людей, которые здесь трудились и создавали эту историю. Бублейник Лидия Ивановна проработала в отделении травматологии почти 30 лет. Она свидетель того, как развивалось отделение практически с самого его основания. С теплотой вспоминает своих коллег. Я в отделении проработала с 1974 года. Работали в отделении, работали уникальные врачи. Первую помощь оказывали, оперировали их, в отделении работали. Тогда еще не было в больнице травматологического пункта. И приемы были. Вы знаете, вот сейчас молодым врачам трудно даже представить, что мы принимали на амбулаторном приеме по 130-150 больных. Мы были молодыми, мы были энергичными и мы справлялись. В отделении Лидия Ивановна проработала до 2006 года. А потом судьба подкинула ей еще один нелегкий, но очень ценный опыт. Врача-травматолога направили в Афганистан. В новом частном интернациональном госпитале она проработала год. Сейчас Лидия Ивановна на заслуженном отдыхе. Гордится своим профессиональным опытом и всегда остается в курсе событий своего родного отделения. Вы знаете, что я бы посоветовала молодым травматологам? Чтобы всегда было чувство локтя, чувство товарищества и никогда не стеснялись спрашивать у старших товарищей, если чего-то не знают. Вот наше отделение, оно уникальное отделение чем? А у нас было и до сих пор в отделении такой принцип. Всем рассказывать. Пришли молодые, нужно дать максимум знаний, максимально тепла, максимально заботы и чувство локтя было всегда. Организация становления отделения начинающих врачей, радость новых достижений и горечь потерь. История травматологического отделения богата по-своему. Она началась в 1971 году благодаря врачу Вячеславу Смирнову. По его инициативе было открыто отделение, он же был и его первым заведующим. Многое изменилось с того времени. Сейчас травматологи ежегодно проводят около 1200 операций, из них 250 высокотехнологичных. Нарезено большее количество высокотехнологических операций, которые на уровне Казахстана считаются одной из лучших. Поэтому благодаря нашим травматологам Северо-Казахстанской области считается один из показателей лучших в Казахстане по индикаторам, которые внедряются по республике. Купили оборудование при неосложненных переломах позвоночника. Доктора были обучены, закупили оборудование. Ну, два, по две, по одной, по две операции в год мы стараемся что-то новое каждый год, что-то внедрять. Труд врачей отметили почетными грамотами Управления здравоохранения Акимата СКО. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.